семьи вам никакую ситуацию не напоминает библии когда человека нет детей бог говорит я тебя благословлю твоих потом понимаете библейская история настолько интересно она повторяется настолько мы потом будем делать параллели между моим и авраам но запоминайте но но чем не нравится господи как у меня детей нету зачем я буду строить ковчег скоро я уже уже мой все где будет хорошо на это обратили внимание и вошел но и сыновья его и жена его и жены сыновь его с ним ковчег от бог потопа то есть разница между вот этим обетованиями исполнением 120 лет когда он получил обетование нет детей когда пришел потоп у него три сына и три невестки и все вошли как бог повелел так все и вошли через семь дней воды потом пришли на землю в шестисотый год жизни но его и во второй месяц 17 месяца в сей день развежды все источники великой бездны и вот окна небесные отворились и лился на землю дочь 40 дней и 40 ночей вы думаете как чувствовал себя мир вне ковчега жалели раз ужасно два никогда не видели дождя страх ужасно паника все рушится они они помнили да угрызение совести друзья они было не было ли у них возможности при том росте силе человека взломать ковчег я думаю было но не но это было нереально потому что бог закрыл и ангелы охраняли следующее что еще интересно но и настолько сделал четко и прочно что вот эта стихия которая рвала все камни не могла разрушить ковчег скажите это говорит о чем то что если мы делаем стул то на нем должно быть удобно сидеть чтобы он не разломился при первой твоей посадке если мы делаем какую-нибудь там еще что-то плитку или что-то строим то надо сделать ее нормально но если построил ковчег то стихия не не сделала течь потому что он все сделал все засмолил еще у меня такая мысль скажите а где было больше свободы вот некоторые люди говорят у вас церкви нет свободы вам то нельзя другой нельзя у вас эти зато не висят они вас еще не замучили я хорошо выбираю ковчеге не было свободы во первых пространство нет животных куча еда особая нет никаких шоу никаких теле там телевизионных моментов нету праздников но за ковчегом абсолютная свобода ешь пей гуляй веселись где ты хочешь быть во время потопа человек говорит ковчеге так она же мешает не она защищает так вот когда нет потопа заповеди ограничения тоже помогает ведь но и благодаря своей жизни ковчеге другом так скажу духовно он благодаря такой жизни и спасся бог мог его спасти другим путем но благодаря этой жизни бог вывел лота благодаря этой жизни бокс выведет адвентийский народ благодаря тому что есть определенные принципы а когда мы хотим жить без правил я хочу свободы друзья я говорю всегда такому человеку ты хочешь свобода мне или себе обычно человек говорит себе я говорю нет и мне дай эту свободу вот буду делать что хочу с собою с тобою вот если в пределах семьи рассуждать ребенок и отец ребенок говорит свободы а пока я хочу хочу деньги тратить и я тебе не дай я тоже хочу как я хочу буду жить как хочу папа горит и я буду жить как хочу это ребенок задумывается кому он желает этой свободы себе или папе обычно кому только себе а папе сугубо по тюрьма работай зарабатывать деньги меня корми меня ложи а я свободу я говорю так не буду ну вы понимаете хорошая мысль для для семьи для воспитания для жизни для мужа моя свобода заканчивается там твоя поэтому мы прочитали с вами что и лил дождь и все и кто спаслись и продолжался вода усиливалась и вот теперь дочитаем до строки все что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на сушу умерла истребилась всякое существо которое было на поверхности земли от человека до скота гадов птиц небесных все истребилась вода же усилилась на земле 150 дней вода сколько шла с неба 40 а усилилась 150 значит остальное время налила только уже из-под земли хотя 40 тоже нашла но плюс еще восьмая глава потом на на следующий раз на сегодня хочу остановиться еще одна мысль здесь все что имело дыхание духа жизни в ноздрях некоторые люди говорят что о душе бессмертной но здесь не упоминается душа бессмертная здесь говорится что человек имел в ноздрях и все живое что не вошло в ковчег имела дыхание духа жизни в ноздрях дыхание духа жизни значит у какого-то животного у собачки кошечки там у птиц дыхание духа жизни такой же как у человека здесь написано все что имело дыхание духа жизни значит между нами животными нет разницы в процессе сотворение нашего мы все получали жизнь искру жизни дыхание духа жизни от одного бога и значит их и значит написано что все что имело дыхание духа жизни умерла умерла и здесь никакой душе не говорится никуда этих людей никто не помещал нигде бог их не закрывал потому что к этому тексту люди возвращаются через послание к петра но я позже об этом может быть мы когда-нибудь поменем послание петра может мы еще дойдем на исследование что бог кто-то говорит а эти же люди не знали об иисусе христе поэтому эти души бог собрал и когда христос умер он должен был и проповедовать я вам скажу все не знали об иисусе христе потому что видели жертвы агнца и все они отвергли жертвы агнца от адама еще знали и все отвергли восхищение еноха который был восхищен и проповедь но я все отвергли поэтому никаких душа ни о каких промежуточных состояниях здесь не идет речи здесь наоборот говорится что все живое имеет одну отдыхание жизни и все она умерла и еще вода же усилилась на земле 150 дней здесь говорится о том что природа быстрее слушает бога чем человек какая-то вода бог открыл окна небесные пока не скажет не закроет кран она будет лица то есть неодушевленная более слушается бога и одушевленная без сознания безбольная больше и лучше слушать бога чем мы рисковал что мы можем его любить и первый мир он олицетворяет маленькую модель восстание сатаны когда сатана поднял против бога почти всю планету и это была модель поток и и история человечества история человечества и спасение человечества это модель второго пришествия христа потому что иисус говорит как было но я потом мы придем еще к саду и гамори но хрисус говорит как было в одни но я и в одни но я сатана поднял такой бунт против бога почти всей земли что осталось от на себя который еще вдали время и не уничтожили и бог раз и качек и забрал и апостол петр говорит это как были двери спасения вот так будет забрано друзья целька мы не будем забраны в благополучное время земли будем забраны тогда когда нам будет угрожать всем нам всем нашим ценностям будет угрожать погибель и жизни наши и нравственности нашим детям вот мир дойдет до того грех будет развиваться а грех развивается по одинаковому сценарию но что написано сатана человека убийца сатана лжец грех везде развивается это болезнь которая идет одними и теми же симптомами и когда греха в человеке начинает быть передозировка он начинает кого-то угнетать и убивать и вот так будет перед пришествием христа когда будет передозировка греха людях когда написано мера беззакония наполнилась это о чем говорит что человек он не видит он не видит что он может жить с нормальным человеком скажет уходи отсюда ты вообще как вот вы замечали вся компания пьет один не пьет и как он они его любят и обнимают или говорят что еще пока разные компании но обычно обычно ты нас не уважаешь начинается с этого эти пьяные под под воздействием ты смотришь ты один в этом воинстве и ну что тебе делать приходится или сдаваться уйдешь скажут ну короче ты в любом случае тебе надо вы замечали что у этой компании агрессия появляется агрессия появляется потому что ты их обличаешь ты получается ну ты не такой как мы мы дураки и ты будь дураком окей друзья друзья а некоторые говорят ну хорошо а доброе такое же представьте 5 мужиков трезвых один пьяный в дребеда как они к нему будут относиться они что же его изгонять слушать ну ты вообще не вписывайся но я говорю вы правы на сто процентов сатана ничего не взял не скопировал бога только теперь смотрите какими методами действует злая компания и какими методами действует добрая компания злая компания может тебе и дать и сыпать ну и когда как угодно и заставить и так далее и неправда а правильная компания как она будет воздействовать на этого неправильного но могут сказать попросить его но могут не попросить могут уговаривать воспитывать но они другими разными методами действует поэтому друзья возвращаемся опять что мир до потопа показывает например что будет в конце истории земли я вам скажу что у нас нет возможности самому спастись как раз ковчег показывает что в одиночку не спасешься нужно было быть в группе с ноя нужно строить ковчег вместе в церкви есть не просто клуб по интересам церкви есть поручение для спасения мы с вами не просто здесь пособирались чтобы просто знаете говорят пообщались потусовались нам хорошо вместе у нас есть миссия нам важно в ковчег кого-то привести бог сказал собери там животных семью и детей вот таки христос говорит он когда ушел с этой земли вы видели меня вы поняли кто я таков вот об этом расскажите ковчег это христос дверь это христос и когда мы начинаем верить во христа когда мы делимся вера тоже она нас подвигает заметьте вера подвигала после ловите по всему миру но я сподвигала дать все свое имение и построить этот ковчег точно так же и вера нас должна сподвигать если мы не не строим ковчег если мы ничего не делаем дорогие друзья то видать у нас вера или слабенькая или мы не хотим строить ковчег или мы так просто слушаем но вера должна сподвигать на что-то делать но и в конечном итоге оказался не в качеке с неба с посланным а в ковчеге которым собственными руками сделал так вот когда мы будем иметь какие-то проблемы нам важно оказаться среди людей которые которые мы строили церковь надо строить если вы думаете что один пастор строить церковь ошибаюсь если евангелист строят церковь ошибаюсь каждый из нас строят церковь каждый своим влиянием строит так чтобы другой не ушел чтобы другому было интересно мы создаем домашнюю церковь и создаем музыкальные отделы каждый из нас может что-то делать церкви чтобы не было интересно и чтобы она была хорошим ковчегом чтобы была пища чтобы было удобно и уютно здесь правильно это наш ковчег поэтому подумайте что вы делаете чтобы вам хорошо было и другие пусть бог нас благословит в следующий раз продолжим со своей главы я напишу вопрос читайте в группе я напишу следующие вопросы и передам вам крошки и Продолжение следует...